Всем привет, мои дорогие котята! С вами Мурка Дикая Кошка. Мы находимся в игре World of Warships компании Wargaming. Это моя самая любимая игра из всей серии, которые выпускали компания Wargaming. На первом месте World of Warships, на втором месте World of Tanks. В данном случае World of Tanks я давным-давно покинула из-за того, что там после переработки некоторых машин стало невозможно играть. И также есть игра у них World of Warplanes. Это самолеты, опять же, ушла из-за переделки геймплея. И есть игра Calibre, которую, ну, лично я поняла, но играть в ней пока еще сыровато. Ну да ладно. На данный момент мы в самой моей любимой игре. Это World of Warships. Мы находимся в моем ангаре, так сказать. Это порт Санкт-Петербург. Это мой любимец авианосец Кага. Самый обожаемый мною авианосец восьмого уровня. Я на нем очень много провела боев в свое время. Я на нем много заработала кредитов, опыта, а также открыла несколько кораблей. Также у меня есть из премиумных варяг, которого я чисто случайно выиграла. Я даже не ожидала, что так получится. И еще есть один корабль, который я выиграла. Это был, если я не ошибаюсь, принцесса Диана. Но принцесса Диана меня как-то вот смутило по геймплею. И я ее просто раздала. То, что я сейчас делаю, ребят, настройки, это не обращайте внимания. Значит, с чего я вообще начну, ребят? Это с того, что мне выдали контейнера. Мне выдали 10 контейнеров на World of Warplanes. Варшипс, прошу прощения, Варшипс корабли. В кораблях выдали контейнера, которые, ну так скажем, дают какие-то бонусы. Это может быть окраска. Это может быть какой-то бустер в виде свободного опыта, кредитов, дублонов. Ну и самое интересное, что в некоторых контейнерах может попасться корабль. Что хочу сказать. У меня, ну лично я играю на авианосцах. У меня есть, как вы поняли, Кага. У меня есть Графт Пелин. Подарок, мой самый любимый подарок. Есть крейсер, легкий крейсер Принц Ойгин. Вы знаете героиню Принц Ойгин из одноименного аниме «Лазурный путь». И много, в принципе, кораблей, которые я сейчас буду просто называть. И вы поймете, что да, в этом аниме они присутствуют. Сейчас переключаемся на графа Цеппелина. Я вам его немножко покажу. Расскажу его плюсы, расскажу для себя минусы. И мы начнем с вами открытие контейнеров. Что-то у меня сегодня подгрузка такая. Вот такой вот авианосец. Его плюс – это скорость. Его плюс – это ударная группа самолетов. Я на нем давно не каталась, поэтому я вам точно не скажу. Идут бомберы и идут торпедоносцы, от которых, я вам скажу, я очень сильно страдаю. Торпеды разлетаются буквально куда глаза глядят. И попасть в большой корабль, допустим, я еще могу с этих самолетов. По типу «Бисмарка», «Тирпица». Короче говоря, ребята, я перечисляю просто с линкоров, что по линкорам мне попасть легче с этого авианосца, нежели в каких-то крейсеров. Ну, про эсминцев – это там другая история. Это бомберы. Там уже идут бомберы и сами… Штурмовики, господи, я забываю название. Бывает. В общем говоря, ребят, вот такой вот авианосец. Для меня минусы – это торпеды. И то, что он немножко бывает неповоротливым. Ну да ладно, я его качаю и качаю. Кага же. Вот, ребят, Кага – это нечто. Для меня это бешеная табуретка. Носится быстро, попадает вообще только в путь. То есть до переделки, переработки геймплея у меня на нем было 100% побед на этом авианосце. Просто вот как мне его подарили. Подарил любимый. Значит, этого авианосца. У меня тут же загорелось желание играть. И я тогда помню хорошо на нем. Просто вот 100% побед было. Но вот после переделки геймплея. А именно мы играем за сами самолеты. Мы и раньше играли за сами самолеты. Но раньше мы посылали их и смотрели, как это выглядит. С высоты птичьего полета, так сказать. А сейчас мы управляем самими самолетами. Ну да ладно. У этого корабля куча плюсов. И если кто, допустим, играет в этой игре, я очень советую вам купить. Он покупается. Стоит, по-моему, то ли 2 300, то ли 2 400. Ну не помню, что это за 2000 он стоит. И просто выкачайте его. Прокачайте его до упора просто. Все перки ему откройте у командира. Все. Это будет идеальный корабль. Это будет идеальная авианосца. Ну да ладно, ребят. Я что-то заговорилась. У меня уже опять начинается эйфория. Давайте будем открывать контейнера. Напоминаю, что в контейнерах может попасться дублоны. Это, так сказать, золотая валюта в кораблях. Серебро. Опыт свободный. Какие-то бустеры по типу флагов. Раскраски. Сами корабли. Ну и я думаю, что даже, скорее всего, какая-то история. Ну, на корабли я не рассчитываю. Потому что это простые контейнера, скорее всего. А мы просто посмотрим, что из них выпадет. Открывать будем, естественно, по одному контейнеру. И будем смотреть, что да как. Так, проверяю запись, что все в порядке. Все хорошо, все прекрасно. Ну давайте начинаем. Итак, у нас опыт и дубликат эпалет офицера императорского флота. И Мара, и Сакуру. Да. И также свободный опыт. О чем я и говорила. Кстати говоря, вот эти дубликаты можно почитать очень интересную историю. В этом разработчики вообще круто поступили. Что выдают, допустим, какую-то деталь. Или, допустим, какую-то вещь. И просто по ней можно почитать историю. Я вам покажу. Кстати, это вообще будет классно. Во втором контейнере нам попадается дубликат орды золотого коршуна первой степени. Опять же, иматой Сакору. Очень знаменитая история. Значит, командира. И вы идете к опасности. Время перезарядки снаряжения корабля уменьшается. Вот такие вот дела. Бустер использую вот этот, кстати, редко. Ну, я бы не сказала, что прям очень редко. Я его почти не использую. Потому что я в основном использую на обычный опыт. На опыт на деньги и так далее и тому подобное. Так. Что я получила достижения? Почетное, индивидуальное, прогрессом. Что-то интересненькое такое получила. Ладно, потом посмотрим. 750 опыта. Ребят, меня это уже радует. Потому что мне нужен будет опыт на линкор. Сейчас скажу. На линкор, который идет по линии корабля Бисмарк. Ну и далее. Я думаю, на свой аккаунт все-таки взять Бисмарка. Кстати, если вам нравится, ребят, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и пишите комментарии. Ну что. Интересная штука. Бронепалубный крейсер. Сейчас скажу какой. Соя. Коллекция Мото Сяко. На видео на эту фотографию я вам попозже покажу, что там есть интересные истории. Мы ее обязательно прочтем. И также бустеры. Тренировка по сигнализации окончена. Опыт командира плюс 50. Ребят, еще раз повторюсь. Если вам нравится такое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И, естественно, я буду выпускать такие видео-видео по самой игре. И, если хотите, какие-либо дайджесты, если кто-то играет и есть вопросы. Хотя бы это все можете найти на вот вике. Ну да ладно. Ух, ты какой-то интересный контейнер. Куча угля. Куча угля и линейный корабль Ямато. Десятый уровень в японской ветке. Коллекция Ямато и Сокоро. Очень интересный линкор, кстати говоря. И ребят на этом линкоре. Ну и вообще, как и на всех линкорах, лучше не поворачиваться к врагу бортом. Это будет для вас печально. Куча угля. Кстати, за уголь, говорить сразу, за уголь можно купить как командиров. Так и, сейчас скажу, корабли. И бустеры тоже вроде бы за них покупаются. Я там точно не помню. Открываем следующий контейнер. У нас снова уголь. Уголь. Известный кодовый сигнал британских ВМС. Плюс 50 опыт за бой. Кстати, классная штука. И еще 500 боевого опыта. Поехали дальше. Ух ты, а вот это что-то интересненькое. Так. Нам попалась расцветка. Заметная для кораблей. Кстати, не очень хорошая расцветка. Мне она не нравится. Ни по своему внешнему виду. Ни по своим характеристикам. Ну, в принципе, кому нравится. Легендарный кодовый сигнал. Кредиты за бой. И с точностью справляюсь. Время устранения затопления. Кстати, ребят, если ваш корабль слишком часто топит, пожалуйста. У нас осталось три контейнера. Давайте мы их откроем. Так. Нам попался уголь. Тренировка по сигнализации. Опыт командира. О, кстати, это Кага. Так. Так. Приближается тактический циклон. Вы должны соответствовать мирам. Вероятность поджога. Вероятность снарядом. Вероятность взрыва затопления. Хорошие эти. Ну, и моя любимая Кага. История. Кстати, она у меня стоит. И давайте-ка мы не Ямато почитаем историю. А все-таки Каги. Очень интересно. Открываем следующий контейнер. Что-то интересненькое. Прям. Кредиты. Дальше. Я не получила каких-либо повреждений. Стоимость обслуживания. Хорошая тема. И свободный опыт. Вообще шикарный. И еще один дубликадр. Сайора. Поехали. Последний контейнер. Шикарный. 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 Ух ты. Что-то интересненькое попалось. Так. Коллекция Ямато и Сакуру. Традиционный инструмент для японской каллиграфии. Круто. И новый символ акула. Ха-ха-ха. Ребята, знаки отличие. Ну, естественно, 100 тысяч серебра это вообще-то плюс. Выходим отсюда. Я вам просто покажу. В разделе профиль. Мы можем найти коллекции. Как раз то, что нам и нужно. Можно я открою это все? Спасибо. Как вы видите, у меня коллекции достаточно небольшое количество собраны. Но конкретно Ямато и Сакуру мне попадаются очень часто. Поэтому. Ты мне скажи, что ты не прогружаешься. Ха-ха. Эмм. Ребят, у меня тут печалька. Короче, ладно. Вот та самая Кага. Перейти к экрану просмотра. Один из представителей великого заместителя Канта в 1923 году был разрушен корпус линейного крейсера «Амаги». Достаивающийся в качестве авианосца. Вместо него было решено переоборудовать линкор Кага. То есть, недостроенный линкор, который должен был, ну как бы, являться самым таким мощным оружием, переделали в крутой авианосец. Но в качестве Кага вступил в строй в 1928 году. Максимальная скорость хода корабля составляла 28,5 узлов. Авиагруппа в первые годы службы, 60 самолетов. Ребят, немножко оговорюсь, 28,5 узлов. Действительно, даже в игре он набирает, но если его прокачать, он у вас пойдет и 30. Артиллерийское вооружение не упало тяжелым крейсерам. А, все, не уступало. Считаю, хрен знает как. Не уступало тяжелым крейсерам 10 200-мм орудий в башнях и казематах. Вот такие вот дела. Так что, очень классный корабль. Очень советую. Ну и давайте посмотрим. Шучу. Вот. Предмет каллиграфии. Можно? Минуты досуга Ямато и Сокору люблю проводить, играя с подчиненными в Сёги. Традиционную польскую настольную игру по типу шахмат. Часы выединения Адмира. Короче, ладно, ребят. Вы сами знаете, как я читаю. И читаю я в этом плане очень плохо. Ну, в каком плане? Я читаю, в принципе, хорошо. Но что-то меня вот сегодня прям не хочу читать. Из-за этого... Кому хочется почитать, поставьте на паузу. Я думаю, вы прочтите всё, что здесь написано. Вот такой вот наборчик. Дальше мы идём во вкладку достижения. По-моему, здесь. Не знаю. Может и есть. Так. А, вот мы что хотели. С вами, ребят. Посмотри сейчас. Здравствуйте. Можно мне зайти сюда? Хе-хе-хе. У нас же появился новый символ акула. Смотрите, какая прикольная акула. Но у меня сейчас стоит дельфин вот такой. Он мне больше всего нравится. Ну, давайте я покатаюсь с акулой. Вот эти вот все наклейки я заработала, играя ещё на старой версии игры. То бишь, на старых патчах. Это было круто. Это было классно. И, блин, жалко. Эмблем у меня, кстати, нет. Вот. Эмблемочек у меня, к сожалению, нет. Ладно, давайте вернёмся в порт, ребят. Вот такие вот у нас дела. В общем, кому нравятся такие видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто хочет летсплей, как я играю, а именно какой-нибудь классный бой, тоже пишите комментарии. Буду очень рада, если вам зайдёт такое видео. Ну что ж, всем до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.